Есенинские струны Фестиваль с большой историей будет проходить уже в 21 раз в этом году. Начинался он в 1995 году как «Голубые озера» в Луховицах, в Чернореческом лесничестве, на озерах. В течение 15 лет этот фестиваль проходил под руководством Евгения Сафирова. И вот уже с 2010 года фестиваль, но я не скажу, что он несколько видоизменился, он поменял свое название. Последний раз на озерах мы его провели в 2010 году, он назывался «Луховицкие озера». Но после того, как леса сгорели и запретили проводить массовые мероприятия в лесах, мы переехали на берег Аки. И в этом году уже в пятый раз на берегу Аки фестиваль называется «Есенинские струны», фестиваль авторской песни и поэзии. Как много участников обычно собирает и вот сколько участников планируется в этом году? Ну, каждый год фестиваль прирастает. В прошлом году было уже 3000 участников у нас. Перемена места, как бы сказалось, люди ехали в лес отдыхать, берег Аки несколько другое место. Но фестиваль завоевывает популярность. В этом году мы думаем, что в полтора раза больше будет у нас участников, чем в прошлом году. Вот что представляет из себя программа мероприятия? Ну, программа как бы традиционная. Во-первых, мы ждем большое количество гостей, известных бардов. Количественный состав в этом году у нас будет 32 концерта силами известных бардов, которые гастролируют по всей стране. Ну, и кроме того, конечно, конкурс в номинациях «Поэт», «Композитор», «Исполнители», «Ансамбли» и специальные номинации «Песни для детей». Песни, посвященные 70-летию Победы в этом году и традиционные номинации «Есенинские струны». Здесь мы ждем участников, новые имена. Думаем, что будет интересный конкурс. Есть много заявок интересных из самых разных городов. От Калининграда до Владивостока. Вот насколько я понимаю, фестиваль масштабный, да, и проходит не один день. Да, в течение четырех дней мы собираем, значит, 11 июня у нас будет заезд, день организационный. 12 будет проходить регистрация участников. 12 июня в 20 часов мы откроем фестиваль большим концертом главных гостей фестиваля. 13 июня день рабочий. Будем работать в мастерских. Будут работать четыре большие мастерские, которые будут вести вот как раз вот те известные барды, которые к нам приезжают в гости. И в этот же день подведем итоги. И гала-концертом с закрытием фестиваля. 13 число у нас завершится. А 14 это день уборки территории, разъезда, прощания и так далее. На фестивале, как всегда, большая спортивная программа, большой гонки с ростовыми куклами, с ростовыми элементами для этой игры традиционной. Ну и также турниры по волейболу, по футболу, перетягивания канатов и так далее. То есть фестиваль – место не только для того, чтобы посоревноваться в творческих каких-то номинациях, но и просто отдохнуть всей семьей, приехать и зарядиться новой энергией, покупаться в Оке. Думаем, что погода будет хорошая. Чтобы было безопасно, ГИМС, я думаю, нам обеспечит безопасность на воде, а МЧС, пожарные службы, полиции, медики на берегу. Все команды отданы, все готовы к фестивалю. Вот в этом году мы отметили 70-летие Победы. Как-то это будет сказываться на фестивале? Мы вышли с инициативой в высшее десантное училище Рязанское и предлагаем 11 числа показать у них на базе, в их Доме культуры, большой концерт, посвященный 70-летию. В нем примут участие люди, которые выступали в свое время в Афганистане, в Чечне. То есть, ну, такая тематика военная. И, кроме того, классика авторской песни, которая посвящена 70-летию Победы. А на следующий день, 12 числа, ждем с ответным визитом десантников на открытие фестиваля, чтобы увидеть выступление показательное по рукопашному бою и услышать песни в исполнении курсантов этого училища. Ну, как бы вот эту тему 70-летия так хотим раскрыть в этом году. А вот расскажите мне еще, пожалуйста, фестиваль проходит несколько дней. Да, вот люди приезжают как бы на один день или живут там же с палатками? Как это происходит? Происходит по-разному. Вообще, фестиваль проводится в условиях палаточного городка. Въезд на поляну бесплатный. Значит, люди устанавливают свои палатки и живут. Если кто-то не хочет или в силу физических возможностей не может жить в палатке, рядом в Ганькино и в Алпатьево есть гостиница комфортабельная, которую можно использовать. Или можно приезжать каждый день. Это не так далеко. И из Луховицы, из Рязани можно просто на дневные мероприятия приезжать на автомобиле. Въезд и вход свободный на все мероприятия, на все концерты. Вот то, что участников много, это мы уже выяснили. А вот как насчет зрителей? Тоже обычно много. Сколько ожидается в этом году? Ну, я говорю, в прошлом году общее количество посетивших фестиваль было 3000. Я думаю, что в этом году мы прирастем в полтора раза. Участники приезжают со своими командами, командами поддержки. Очень много людей просто любят этот жанр. Да, и приезжают послушать. Поэтому я думаю, что здесь со зрителями не будет недостатка. Мы подготовили. Подготовились серьезно. У нас по инфраструктуре будет работать общественное питание. Там практически круглые сутки будет горячая еда. Поэтому об этом можно не беспокоиться. Можно пойти в кафе и купить все, что необходимо. Ну и, соответственно, санитарные нормы, туалеты и так далее. Все это уже готово. Ну и расскажите, наверное, как туда добраться? Еще раз напомните нашим телезрителям, когда мероприятие под названием «Есенинские струны». Если мы будем ехать на электричке из Рязани, станция Алпатьево и по шоссейной дороге, 3 километра, пейзаж очень красивый вдоль реки Аки, асфальтовая дорога спускается прямо на фестивальную поляну. Если ехать со стороны Луховиц Москвы, то поворачиваем на Алпатьево и от Рязанского шоссе, от Рязанской Рязанки, скажем так, 11 километров до фестивальной поляны. Сергей, ну еще, наверное, скажите, как вы считаете, вот то, что фестиваль каждый год собирает огромное количество зрителей, огромное количество участников, вот, судя, следуя из этого, можно сделать вывод, что авторские песни, поэзия по-прежнему интересны людям? И как считаете, насколько на самом деле интересны? По-прежнему жива, и интерес сейчас, мне кажется, все больше и больше. Люди не перестают писать стихи, творческое начало в каждом человеке живо, не перестают писать песни. А то, что мы приглашаем известнейших бардов, с которыми можно вживую пообщаться, получить какие-то рекомендации, может быть, подружиться, может быть, войти в какие-то проекты в дальнейшем, это как раз людей призывает, как бы, на этот фестиваль, и они с удовольствием едут. В этом году у нас председатель жюри Юрий Гарин, известнейший бард Константин Тарасов нас посетит. Ну и большое количество участников в соцсетях, можно, набрав «Есенинские струны», увидеть полностью программу фестиваля и кто участвует, всех мастеров. Всех приглашаем и будем рады, что вы к нам приедете и проведете эти дни с нами. Ну что ж, спасибо вам, Сергей, за общение. А удачи на фестивале и вообще нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Сергей Колотов, директор фестиваля авторской песни и поэзии «Есенинские струны». Это программа «7 минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»